В Киеве спрогнозировали трудную зиму из-за газовых споров с Россией. Главы России и Франции заявили о необходимости провести в ближайшее время встречу в нормандском формате. Иран не заинтересован в переговорах с Соединенными Штатами. Украину ждет трудная зима из-за спора с Россией по транзиту газа. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус. По его словам, украинские власти настаивают на том, что теплогенерирующим компаниям нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа для повышения тарифов. Такие истории на Украине уже происходили, и мы хотели бы, чтобы это никогда не повторилось. И компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы, когда у нас есть определенные споры с «Газпромом» по транзиту газа. Герус предупредил, что неопределенность в споре транзита голубого топлива может повлиять на ситуацию с газовым рынком в стране. Ранее сообщалось, что Киев ищет альтернативы российскому газу и рассматривает возможность 2020 года получать сырье через трансбалканский газопровод. 19 августа состоялась встреча президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном во французском форте Бригансон. Главы государств обсудили текущую мировую повестку, в частности, ситуацию в Ливии и Сирии. Кроме того, в ходе встречи обсуждалась ситуация в Донбассе. Лидер Франции заявил, что хотел бы в ближайшее время придать динамику процессу регулирования конфликта и считает необходимым провести встречу в нормандском формате. При этом он добавил, что кроме безопасности важно обсудить и вопрос политического процесса в Донбассе. Владимир Путин также отметил, что альтернативы нормандскому формату нет. Цигеран не заинтересован в переговорах с США. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавадзариф. При этом он подчеркнул, что Иран также не заинтересован в конфронтации и соблюдал ядерную сделку. Сейчас Тигеран не заинтересован, должны быть основания для переговоров между США и Ираном. Мы не отказываемся. Это было идеальное соглашение, потому что признаком хорошего соглашения является то, что никто полностью не будет удовлетворенным. Сделка будет плохой, если одна из сторон будет полностью удовлетворена. Насколько я знаю, в Соединенных Штатах не было никакой революции, а была смена правительства. Соглашения, достигнутые предыдущим правительством, должны также выполняться новым правительством. Министр добавил, что Иран остается открытым к кооперации. Напомним, что США вышли сделки по иранской ядерной программе и возобновили действия санкций против Тигерана. Европейские участники сделки заявили о намерении ее сохранить.